Уважаемые гости, уважаемые коллеги, товарищи и друзья, я благодарю за возможность выступить перед такой солидной и серьезной аудиторией. Считаю, что наш парламент во главе с ее председателем Володиным, наши министры очень подробно и озабоченно высказали свою позицию. Мы полностью разделяем эту озабоченность, понимая, что наркотическая угроза приобрела всепланетарный характер, и к ней надо относиться самым серьезным образом. Никто в одиночку ее не в состоянии решить, но мне кажется, исключительно важно найти правильный подход и оценки этой угрозы и определить основные направления борьбы с ней. Хочу вам напомнить, что в 1966 году, после того, как советские космонавты впервые вышли на орбите в открытый космос, у человечества появилось надежда, что научно-технический прогресс позволит решить многие проблемы. Тогда в Вашингтоне собралась под руководством ООН крупнейшая международная конференция, которая, рассмотрев эти возможности, обязалась в 2000 году избавить человечество от болезней, от бедности, каждому предоставить благоустроенное жилье и избавить человечество от ядерного оружия. Даже на 1999 год намечали большой международный фейерверк по поводу уничтожения последней ядерной бомбы. Прошло 35 лет, в 2000 году собрались под руководством ООН и прослезились. Оказывается, на первом месте по-прежнему бедность, на втором месте появились такие болезни, особенно наркомания, с которой не знаю, как справиться, на третьем месте загублена экология, терроризм был на девятом месте из 15 главных опасностей для человечества. Прошло еще 15 лет, в прошлом году посмотрели, терроризм ворвался в первую тройку. Итак, всем очевидно, что первую тройку составляют те опасности, которые требуют коллективного осмысления и очень энергичного решения. У меня есть своя теория на сей счет. Я считаю, что на нашу страну обрушились три вида наркотиков. Прежде всего, наркотик экономический, где нам 10 лет доказывали, что свободный рынок все отрегулирует. В результате свободный рынок убил в стране 80 тысяч производств, породил массу безработицу и массу нищету, которой у нас еще совсем недавно не было. Второй наркотик оказался русофобией и антисоветизмом, так называемой мягкой силой, которая сегодня превратилась в самую жесткую силу санкции, и которая грозит, в том числе, и большими военными опасностями. И наркотик, и наркотические язвы в физиомедицинском характере. Я бы хотел, чтобы мы эти три опасности рассматривали вместе, потому что неосмысливый их масштаб, особенно для нашей огромной страны, которая имеет евразийское значение, является своего рода мостом между Европой и Азией, страна, которая играла всегда огромную роль в стабилизации ситуации. Мне довелось заниматься этой проблемой еще в советские годы. Я вам скажу, у нас было в советской стране почти 300 миллионов населения, а наркоманов было 50 тысяч. Мы знали поименно каждого, за каждым смотрели и следили, каждого лечили и за каждого отвечали. Этим не можем гордиться. И сегодня у нас их почти 8 миллионов. Если посмотреть смертность от наркотиков, да в целом потребление наркотиков за последние годы выросло в 10 раз, а детская смертность почти в 40 раз. Наши министры Лавровы и Скворцовы подробно говорили о том, какие принимаются меры. Мы их самым энергичным образом поддерживаем. Но мне кажется, не решив проблему, связанную с бедностью, с нравственно-этическими ценностями, не решив вопрос о том, к какому мы стремимся и каким образом видим будущее для нашей молодежи, очень трудно бороться с болезнью, которая порождает иллюзии, которая их уводит совсем в другой мир. С другой стороны, когда смотришь на различные типы наркотиков и характер употребления, то у нас в основном средний возраст, те, кто употребляет 16-18 лет, ни один тяжелый наркоман не прожил больше 6 лет, от некоторых видов наркотиков гибнет в течение года. В этой связи нам надо принимать самые энергичные меры. Я очень удовлетворен, что мои предшественники, выступая, особо подчеркнули, что основная причина – это социальная болезнь. С холерой и чумой проще было бороться. А социальная болезнь требует усилий всех ведомств и государственных институтов. И в этом отношении исключительно важна финансово-экономическая ситуация и разумное распределение финансово-бюджетных средств. На мой взгляд, сейчас это у нас в стране осознанно. Пытаемся расширить возможности нашего бюджета, больше средств вкладывать в социальную сферу. Но хочу вам напомнить, советская страна, например, в науку и образование вкладывала 7-10% от расходной части, сейчас мы вкладываем в 2-3 раза меньше. И если мы не изменим это финансирование и не дадим возможность молодому человеку заниматься делом, если не будет снова введено в школах учебно-производственное обучение, а человек формируется в труде и преодолениях, если не откроем все двери для детей всех спортивно-культурных учреждений, а все останется платным, то эта проблема решена не будет. Мы считаем, что очень важно показать пример, как может решать это в рамках детства организованного. Наш президент подписал снова указ о воссоздании во всех учебных заведениях детско-юношеских организаций. Я считаю, что это исключительно мудрое решение. Одновременно сейчас активно развиваются уникальные детские здравницы. Например, у нас Артек принимает детей со всей планеты. В этом году там отдохнет почти 40 тысяч человек. И совместные усилия всех лидеров фракции и депутатов позволили за эти три года вложить почти 12 миллиардов рублей, что позволяет создать уникальное место для того, чтобы ребенок развивался и воспитывался в духе глубокого интернационализма и одновременно российского патриотизма. Мы считаем, что одной из ключевых задач в этой области является борьба с нищетой и бездуховностью. Я еще раз хочу подчеркнуть, что нашу огромную страну, которая играет исключительную роль в стабилизации мировой обстановки, не взяли ни Наполеоны, ни Батыни, ни Гитлеры. Нас расколотили русофобией, антисоветизмом и так называемым свободным рынком. Без усилий государства, без согласованных усилий всех, кто заинтересован в борьбе с таким злом, как ядерное расползание ядерного оружия, наркомания и многими другими опасностями, невозможно решить ни одной проблемы. Поэтому я хочу поприветствовать и усилия организации объединенных наций, наших товарищей, которые эту проблему видят, понимают, и пожелать нам всем успехов в этой благородной, исключительно важной работе. Спасибо.